Микс Ньюс Да, добрый день и добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Время очень быстро бежит, менее трех месяцев остается до 9 мая, знаменательной датой, которая в этом году имеет особое значение, все-таки 75 лет с момента окончания Великой Отечественной войны, разгрома нацизма в Европе. Вот самое время, наверное, поговорить о том, что будет 9 мая, как идет подготовка, я так понимаю, что организаторы вот этих торжеств возле памятника освободителей начинают готовиться к 9 мая, сразу после завершения 9 мая предыдущего года. Вадим Бараник, руководитель организации 9 мая ЛВ, у нас в студии, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, может быть, с этого начнем, особая дата, юбилейная. Да, как вы правильно сказали, этот год, он действительно для нас, для всех нас, для тех, кому дорог этот праздник, он особенный. 75 лет победы в Великой Отечественной войне, и действительно наш долг очень хорошо эту дату отметить, поэтому заранее уже начаты были приготовления, может быть, там для слушателей они, как и каждый год, в это время еще не видны, но приготовления начаты, уже работа идет, работа не только по организации самого праздника, каждый год организация 9 мая ЛВ, волонтеры, те, кто поддерживает движение, те, кто поддерживает память о Великой Отечественной войне, поздравляют ветеранов с праздником, дарят им подарки, выслушивают их воспоминания. Планируем это делать и в этом году, поздравлять ветеранов. Может быть, в связи с тем, что этот год, скажем так, он особенный, и сейчас, к сожалению, с каждым месяцем, к огромному сожалению, с каждым месяцем все меньше и меньше ветеранов остается вместе с нами. Сейчас я не могу назвать точно число, сколько мы готовы были бы поздравить ветеранов. Эти данные мы получим традиционно, мы их получаем в конце марта, начало апреля. Тем не менее, да, хотели бы поздравить остальныхся живых ветеранов, вспомнить вместе с ними события тех лет и, наверное, как-то тем самым вложить свою лепту в недопущение, неповторение тех страшных событий нашим настоящим. Да, вот можно ли говорить о том, что, в принципе, 9 мая 2020 года будет таким же массовым, с концертами, с приглашением, может быть, даже известных российских исполнителей? Да, мы планируем организовать и праздничные памятные мероприятия возле памятника освободителям 9 мая этого года. Планируем и программу обширную, сейчас, как я уже сказал, тут подготовительные работы. Сейчас очень рано еще говорить о том, кто именно будет выступать, хотя наметки уже есть, предварительные переговоры ведутся. Хотелось бы просто успокоить, возможно, часть слушателей, которые в связи с нашей тяжелой политической ситуацией, может быть, проводят какие-то параллели между тем, что происходит в стране и в городе, и тем, будет ли, в связи с этим, не будет ли в связи с этим забыт праздник? Нет, праздник забыт не будет. Я думаю, что наша задача, независимо от того, какую партию поддерживает или не поддерживает вообще никакую партию тот или иной человек, но если этому человеку дорога память о событиях Великой Отечественной войны, я думаю, что он своими знаниями, силами, хотя бы просто участием поддержит проведение этого праздника, и праздник удастся, и будет все хорошо. В этой связи хотелось бы сказать, что да, были неприятные ситуации, когда отдельные, скажем так, была информация о том, что отдельные люди хотят, я не знаю, создать какие-то другие организации, перенять празднование на себя. Я думаю, что это совершенно не та ситуация. Этот праздник, он никогда не был праздником какой-то одной силы, политической силы, общественной силы и так далее. Это был всегда общенародный праздник. Я уверен, что общенародным праздником он и останется, поэтому пытаться дробить праздник по каким-то растаскивать его, по каким-то политическим или другим уголкам, в силу каких-то сиюминутных интересов, я думаю, нельзя, и мы предложим все усилия, чтобы этого не было. Вот не могу не спросить о том фоне, который создается, вокруг вообще событий Второй мировой. Мы знаем эту полемику, которая ведется, и отношения правящей элиты Латвии, и Сейм недавно принял заявление со своей оценкой событий Второй мировой. Как это вообще на вас влияет, что организация может сделать со своей стороны, для того, чтобы все-таки вот эти итоги Второй мировой не подвергали сомнению, и чтобы уже не говорили о том, что вообще непонятно, кто-то собирается, какие-то оккупанты и так далее. Знаете, ну, итоги Второй мировой в глобальном смысле их очень трудно пересмотреть, потому что существовал Нюрнбергский трибунал, который все расставил по своим местам. Вот. Попытки, скажем так, вклинить, вставить в решение Нюрнбергского трибунала какие-то отдельные события, личности и так далее, Ну, это будет всегда, но здесь для нас первая важная память о том, что разгром нацизма в огромной мере, я не примоляю помощь союзников, и Англии, и США, и Франции, всех союзников разгрома нацизма, тем не менее, очень большой, огромный решающий склад, это был именно вклад тех, кто воевал в рядах Красной Армии. Поэтому события, они могут нравиться, они могут не нравиться, эти события могут реализовываться потом на какие-то дальнейшие события. Мы сейчас говорим о разгроме нацизма, о том, что это фактически помогло Европе, той Европе, которую мы сейчас видим, свободно демократически существовать, в том числе Латвийской Республике, да, может быть, кто-то там с этим не согласится, но, тем не менее, да, мое глубочайшее убеждение, что события 9 мая 45-го года, 8 мая, можно поразноваться, 8 мая, 9 мая, это одно и то же событие. Да, дело ведь это после разницы во времени было. Оно в том числе положило возможность образования независимой Латвии, восстановления независимой Латвийской Республики, потому что в планах немцев независимой Латвии не было. В плане нацистов независимой Латвии не было. Конечно. Вот еще такой вопрос, который я хотел бы задать. Насколько сейчас реально вообще привлечь каких-то спонсоров, которые готовы, не знаю, и ветеранам оказать поддержку? Потому что я знаю, что каждый год такая работа проводится. Это ведь требует больших сил и вложений. Конечно. Здесь требуются силы и вложения и в организацию самого праздника, требуются силы и вложения, требуются пожертвования, как вы правильно сказали, и для ветеранов, для того, чтобы мы могли их поздравить с этим великим праздником. Все годы существования организация работает именно на пожертвованиях. В основном, в подавляющем своей большинстве, это на пожертвованиях физических лиц, простых людей, которые жертвуют свои деньги для того, чтобы действительно те ветераны, которые избавили нашу страну от нацизма, они могли как-то достойно встроить этот праздник, ну, чтобы им просто было радостно и хорошо в этот день. Да. Вот не могу так, чтобы мы не только 9 мая поговорили, это тоже, конечно, очень важно, но чтобы мы поговорили, конечно, об актуальных событиях, сегодня такой день, так вот совпало, что именно сегодня Сейм поставил, ну, точку, не точку. Еще, конечно, есть последнее решение президента, он должен повозгласить закон, я думаю, там всего призов не будет. Речь идет о распуске Рижской Думы, вы все-таки многолетний депутат Рижской Думы. Какое у вас вообще настроение, можно ли было это избежать? Наверное, тяжело говорить, что было бы, если было бы, но тем не менее. Я думаю, что не только можно было, но и нужно было бы избежать. Но, к сожалению, ситуация, наверное, даже с начала прошлого года начала развиваться так, что во главу угла уже начали ставиться не решения какого-то хозяйственного толка, а решения узколичностные, то есть кто с кем больше дружит, кто с кем хуже дружит, кто сегодня считает кого-то лучше, а завтра, наоборот, этого человека не считает идеальной кандидатурой. К сожалению, политика, она может быть как хороший, динамичный, развивающий город, как было в первые годы, когда наша коалиция была в руле Рижской Думы. Но, к сожалению, последний год, особенно последние полгода, показали, что в политике возможны эндрязги и так далее. И как раз эти самые эндрязги и в огромной мере явились причиной того, что образовалась фракция независимых депутатов, потому что те вопросы, которые мы ставили перед партией Согласия, в связи с тем, что лидеры и партии Согласия, и партии Честь уже триггера ушли в Европарламент, эти вопросы были о том, что сейчас, да, у нас нет лидеров, рядом с нами нет лидеров, и нам нужно больше командной работы. То есть уже не проходит, как раньше случалось, что, да, вот два лидера решили, и у них настолько большой авторитет, что мы это просто можем реализовать. Это как раз те решения, которые для рижан, они, ну, они видны, да, они видны, они хороши, они, рижане, то есть за эти решения говорят только спасибо. Дальше нам нужно было фактически все события обсуждать глубже, всесторонне, с разных точек зрения. К сожалению, на вот предложение, ну, назовем это демократизации, да, ну, было высказано, а, скажем так, нет, вот, будет решаться как раньше, то есть так надо, и вам остается только голосовать. Абсолютно, на мой взгляд, решение неприемлемое, оно в какой-то мере было возможно тогда, когда мы работали в авральном режиме, да, начиная с 2009 года, когда самый пик кризиса был, мы действительно работали в авральном режиме, но когда уже у нас есть огромный опыт, когда есть огромная поддержка со стороны рижан, когда мы можем, скажем так, работать уже, основываясь на и опыте, и знаниях, и так далее, менять это на какие-то личностные отношения, то есть вот если ты не сделаешь там для этого человека так, то вот у нас будет, у нас не будет каких-то дальнейших отношений, не будет там развития города как такового, да, ну, на самом деле, это абсолютно неправильно, вот, и опять-таки хотелось бы заметить, то есть не хочется, наверное, нельзя бить себя кулаком в грудь, но опять-таки заметьте, то есть основные, самые большие проблемы в Рижской думе начались тогда, когда четверка депутатов, как ее называют, да, независимых депутатов, она в той или иной, скажем так, коалиция согласия чести Лжетриги отказалась от сотрудничества с фракцией независимых депутатов, и именно с этого момента начались самые большие проблемы, то есть начались взаимные упреки, то мэр правильный, то мэр неправильный, то есть фактически, да, мы были той сцементирующей силой, которая эту коалицию держала и которая, ну, каким-то образом позволяла ей работать дальше. Интересно, что именно это, видимо, не сговаривая с вами, вчера я заявил мэр Риги, будучи в бюджетной комиссии Сейма, он как раз и сказал, что все проблемы вообще в Рижской думе с управляемостью Ситакмовского столичного совправления начались именно вот после того, как четверо депутатов были исключены из фракции согласия. Но можно оценивать это событие, событие лета прошлого года, можно оценивать событие, когда, начиная с лета, с июня и до ноября, как я уже сказал, мы фактически сцементировали коалицию, которая, ну, не только в ноябре, и раньше там были мнения, что, с одной стороны, то честь лжет Риги, господину Бурову не нравилось поведение Саскани, и наоборот, Саскани не нравилось поведение господина Бурова. Вот, ну, при этом, скажем так, у нас еще на тот момент до ноября сохранялась какая-то работа, она была не такой конструктивной, как раньше, но, тем не менее, конструктив сохранялся, да, как только произошло то, что произошло 19 ноября, когда господин Буров, не знаю, почему инициировал факт, инициировал голосование по снятию у меня с поста вице-мэра, фактически с этого момента, ну, даже странно, да, вот именно с этого момента и проблемы в руководстве, в проблеме с работой в Рижской Думе обострились, они, может быть, нельзя сказать, начались, обострились очень сильно. Может быть, такой вопрос, чтобы закончить разговор, мол, это о прошлом, потом перейти на перспективу на будущее после короткой паузы и на рекламу, все-таки такой вопрос, почему оппозиция, я имею в виду традиционную оппозицию, вот эти правые партии не воспользовались ситуацией и не перехватили власть, ведь, казалось, это логично, если вам не нравится то, чем занимались вот те, кто управлял городом еще со времен там согласия, не уж такого, пожалуйста, ну, перехватывайте власть и пытайтесь что-то сделать иначе. Ну, здесь, на самом деле, в этом кроется определенная доля, даже не определенная, это очень большая доля популизма со стороны оппозиционных фракций, ну, как оппозиционных, назовем их оппозиционными в Рижской Думе, они всегда в этом созыве были оппозиционными. На самом деле, несмотря на то, насколько бы они не кричали на тот момент, никогда у них не было желания перенять эту власть, потому что одно дело, ты находишься в оппозиции и громко кричишь, тебе, как говорится, за это ничего не будет, а второе дело, ты должен реально принимать какие-то шаги, возможно, принимать какие-то непопулярные решения, и это, да, может сказаться на твоем рейтинге, на твоем политическом будущем и так далее. Тем более, что у оппозиции в Рижской Думе, скажем так, они никаким образом не могли рассчитывать на стабильное большинство, а договариваться, скажем, с теми, кто мог быть по другую сторону, но либо не хотели, либо, опять-таки, боялись за свое политическое будущее, потому что, к сожалению, у нас Рижская Дума – это хозяйственный орган, с одной стороны, где, в общем-то, независимо от того, кто проголосует, националы или социал-демократ или кто-то еще, асфальт, он остается асфальтом. Тем не менее, все-таки, вот, даже в, скажем так, вопросы, связанные с асфальтом, у нас, к сожалению, приносится очень большая политическая составляющая. Вадим Бараник у нас в студии, депутат Рижской Думы и руководитель общественной организации 9 мая ЛВ. Сразу после небольшой паузы на рекламу поговорим, действительно, о внеочередных выборах в Рижскую Думу. Теперь они стали уже неизбежны, и уже понятно, что, скорее всего, выборы пройдут 25 апреля. Не переключайтесь. Еще раз добрый вечер. Вадим Бараник у нас в студии. Как раз сегодня появилась информация, ну, можно считать уже официальная пока канал информационных агентств о том, что вот четверка депутатов Рижской Думы, я имею в виду Вадим Бараник, как раз у нас сегодня еще собеседник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Дубов. Виталий. Виталий Дубов договорилась о сотрудничестве и, видимо, о совместном старте на выборах внеочередных в Рижскую Думу от партии «Альтернатива». Ее лидеры, я думаю, весьма известны. Наша аудитория – это Александр Мирский. Может быть, несколько слов об этом, почему «Альтернатива», как дальше вы будете взаимодействовать с Александром Мирским. Ну, многие считают, что он достаточно сильная персона, может быть, поэтому не совсем уживчивая. Как это все дальше будет происходить? Ну, после событий лета прошлого года, которые мы уже упоминали, возник вопрос, каким путем мы двигаемся дальше. То есть все мои коллеги однозначно, единогласно решили, что на этом политическую свою карьеру никто заканчивать не собирается. Поэтому возник естественный вопрос, каким образом мы двигаемся дальше. Либо мы делаем свою партию, либо каким-то образом ведем переговоры с другими партиями и так далее. То есть рассматривали и тот, и другой вариант, провели переговоры с несколькими политическими силами. Почему остановились на партии «Альтернатива»? Ну, во-первых, потому что партия с именем, партия с тем, что фактически… Фактически, да, сейчас еще даже у партии есть депутаты в местных органах власти, в отдельных населенных пунктах в Латвии. И самое главное, что партия хотела сама меняться. Партия хотела меняться. И в разговоре и с членами партии, и с тем же самым Александром Мирским, а, надо сказать, у нас с ним не всегда, у нас, в принципе, даже не то, что не всегда, у нас сложные отношения были с ним в свое время. Да, но в разговорах с ним в том числе прозвучало то, что и он, неформальный лидер партии, и он готов меняться, он признает ошибки, вот чего, скажем, не хватало в том, что в тех событиях, связанных с Асканей и с нами, да, он готов признать свои ошибки, которые он совершил в прошлом, и работать уже на базе того, что, да, эти ошибки были, этот опыт есть, он пройден, и надо просто делать так, чтобы ошибки не повторялись. Это раз. Вторая партия готова поддержать и поддержала наши целевые установки, целевые установки очень простые. Мы шли на выборы 2017 года с обещаниями для рижан. Эти обещания, они не являются никаким пустым звуком, они актуальны для нас и сейчас. К сожалению, что-то не успели выполнить, но мы должны эти обещания выполнить в любом случае, не в этом созыве, так в следующем. Да, поэтому, как бы, ну, фактически это была ситуация, когда и партия это было интересно, партия готова была меняться, развиваться, молодеть, можно сказать, да, и интересно было нам, потому что мы столкнулись с людьми, которые понимали, что и им нужно, с одной стороны, меняться, и готовы были дать нам, ну, скажем, какой-то опыт политический, который уже был, отрицать политический опыт у членов элитарного, в первую очередь Александра Мирского, я думаю, бессмысленно. Да, вот интересно тоже такое, такая, может быть, в какой-то степени странная ситуация. Выборы вот в Рижскую Думу, вы правильно заметили в самом начале вот нашего разговора о ситуации в Рижской Думе, что это, в принципе, хозяйственный орган, да, то есть решать нужно, как кто-то говорит, водопровод, канализация, дороги, все, что с этим связано, с одной стороны. С другой стороны, ну, поскольку у нас все-таки выборы не идут индивидуальных депутатов по одномандатным округам, все-таки это партия, только партия может по существу или политическое объединение участвовать в выборах. Возникает такой вопрос, идеология, вот наверняка и избиратели вам будут задавать такой вопрос, кто вы, не знаю, левые, правые, центристы, консерваторы, просто чистые хозяйственники, которые, не знаю, политику терпеть не могут, вот кто вы вообще? Ну, с учетом того, что мы не являемся просто городской партией, партия альтернатива, а это общегосударственная, общелатвийская партия, да, этот вопрос остановился. Опять-таки, очень долго его обсуждали, скорее, да, мы центристы. При этом центристы, вот, в качестве очень хорошего примера для нас это партия центров Таллиния. Да, очень хороший пример, который объединяет и русскоязычных, и эстонцев, и, да, это партия, которая, она долго у власти в Таллине, но в последние годы она смогла сделать так, что это премьерская партия в государстве, да, и при этом они очень, очень аккуратно относятся к вопросам, которые дороги и для русскоязычного избирателя, и при этом в то же самое время к ним прислушаются эстонцы, да, то есть мы партия, которая не готова уходить на край спектра, не готова вдаряться в какие-то крайности. Мы понимаем, и в первую очередь, да, это если мы говорим о городском хозяйстве, здесь нет разницы, кто проголосовал за асфальт, националы, радикалы, либералы и так далее, да, рижанам нужно, скажем так, упорядоченное городское хозяйство. Если мы уже говорим о уровне выше, о государственном уровне, да, там уже вопросы большой политики, и здесь, да, здесь, скорее всего, мы говорим как о партии центристской. Вот как раз очень хорошо, что вы подчеркнули упорядоченное городское хозяйство, понятно, что рижан волнует не столько вот эти все перепитии, которые были в Рижской думе, последний год их было очень много, Рижская дума даже затмила по количеству всяких разных скандалов и интриг, наверное, семь, но тем не менее, если спросить рижан, обычных вот горожан, какие у них приоритеты, что больше всего их волнует в Риге, я наверняка не назову это дороги, мосты, домоуправление и жилой фонд, который у нас, ну такой, который есть, мы понимаем, что дома или вообще довоенные, или большей части построены 50-е, 70-е годы, им уже скоро полвека, а многим уже полвека, вот, конечно, социальная поддержка, что вы, какие приоритеты вы вот для альтернативы ставите, может быть, из тех обещаний, которые были даны и не выполнены по разным причинам? Из обещаний, ну, во-первых, продолжать ту социальную политику, которую, я могу говорить ответственно, потому что я был 10 лет депутатом Думы, и в это время именно эти социальные нововведения вводились, продолжать сохранять ту социальную подушку для тех рижан, которым это необходимо. Я сейчас не говорю, что мы будем обязательно выдавать новые льготы, да, но та помощь социальная, которую самоуправление оказывает, она должна сохраняться, раз, а второе – это развитие инфраструктуры, в первую очередь, в микрорайонах, то есть уже усилиями, скажем так, моих коллег сейчас начнется довольно больной вопрос, может быть, не для всех рижан, но для жителей этого района точно, это в Яунсеймсе будет вдоль Яунсеймагата новое освещение, что, в общем-то, очень серьезно облегчит и транспортную ситуацию там, потому что огромное количество аварий, очень опасные участки, там люди просто не рисковали появляться в близи проезжей части, очень много аварий было. Вот, постройка площадок для отдыха, спортивных площадок, именно, опять-таки, для тех районов, где их не было, то есть были какие-то парки, да, но заброшенные, мы хотели бы привести в порядок для того, чтобы реально рижане могли их использовать для отдыха, для занятий спортом. Ну и проблема с инфраструктурой, если мы говорим, то это та проблема, которая была дефинирована еще перед последними выборами, это парковки во дворах, да, проблема сложная, потому что это зачастую связано и с красными линиями на улицах, и с тем, что земля очень в большой части в микрорайонах она частная. Да, но, тем не менее, проблема от того, что мы дефинируем, эти проблемы, да, она не решается. Да, Рига очень компактный город, и у нас нет таких широких возможностей там в красных линиях устроить стоянки, но, тем не менее, я думаю, какой-то выход должен находиться. Да, что касается неинфраструктурных вопросов, то это вопросы, если мы говорим об общепартиментах, я думаю, что вопросы языковые, потому что сейчас очень остро стоит вопрос образования, да. Особенно в свете вот сегодня обсуждаемый законопроект, который касается детских садов, вопрос... Да, вы совершенно правы, здесь позиция наша очень простая. Первично образование, получение образования, никакого вопроса не стоит в том, что по выходу из школы абсолвенты должны знать государственный язык. Так, чтобы спокойно... Выпускники, да. Выпускники, да, выпускники школы должны знать государственный язык так, чтобы была возможность продолжать обучение в высших учебных заведениях на государственном языке. Ну, с этим никто не спорит, да. Да, никто не спорит. Но вопрос, мы должны знать язык или знать предмет на языке, здесь вопрос, он гибче. Я думаю, что моя личная точка зрения, что в старших классах, естественно, должна идти какая-то специализация. Условно, если ты видишь, что у тебя, скажем так, больше технические наклонности, ты изучаешь углублённую физику, математику, возможно, да, на латышском языке. Если у тебя есть гуманитарные способности, ты изучаешь какие-то гуманитарные предметы. Говорить о том, что специально нужно подогнать знания предмета на каком-то отдельном языке, нет. Никаким образом, потому что, во-первых, даже база у нас сейчас не готова. Мы говорим о том, что, ну, совершенно странная ситуация, о том, что образование – это не получение знаний, а получение терминов на государственном языке. Это снижает уровень образования, снижает в дальнейшем для государства возможность получения хороших специалистов. Если мы говорим о детских садах, ну, я не лингвист, но доверяю специалистам, которые говорят, что, да, у нас очень могут быть большие проблемы именно с подрастающим поколением, чисто механически, может быть, какие-то знания одновременно двух языков и будут, да, но, опять-таки, дети все очень разные, это первое. И второе, нигде нет, нигде не показывается, какие побочные эффекты из-за этого, да, никаких исследований не проводилось. Вести какую-то норму и посмотреть – это очень опасно. Мы здесь играем с детьми. Я, на самом деле, скажем так, у меня есть, я не могу, я не говорю об этом как-то абстрактно, да, сейчас у меня один из моих детей учится по экспериментальной программе, он учится в школе, назовем его так, национальных меньшинств, да, но он учится по латышской программе. Я, наши уже… Уже эксперимент начался, да? Ну, причем на себе буквально, как говорится. Моя задача, как родителя, да, при этом привить ему, оставить у него знания, хорошее знание русского языка, но я вижу по своему ребенку, да, что это тяжело. Это, ну, приходится прикладывать дополнительные усилия, да, и я, ну, человек, который пошел на этот эксперимент, я подтверждаю, что лучше, если дети отдельно учат язык и отдельно получают знания. Может быть, в завершении вернемся, наверное, к той теме, с которой мы начали, но мы знаем, что Сейм в перерыве между жесткими решениями языковой политики периодически возвращается к вопросу о сносе памятника освободителям. Рабочая группа, кстати, парламента по-прежнему дискутирует, что же делать с этим памятником. Ваши ощущения, ваши прогнозы, вот зная и позицию вот тех, кто приходит к памятнику, это вообще реально взять его и снести. Я знаю, что есть международные правовые договора, что памятник защищен латвийско-российским договором, но тем не менее. Обсуждая это, мы выходим из правового поля. Вы правильно сказали, что договор защищен международным соглашением с Российской Федерацией. Обсуждая возможности, ну, мы можем вспомнить и подрыв, печально известная попытка подрыва памятника, да, которая никаким образом не вкладывается ни в, естественно, ни в какие цивилизованные рамки и нормы, да. Если мы говорим о каких-то цивилизованных отношениях, да, то тогда, первое, это памятник, который находится под защитой межгосударственного договора. И, второе, до тех пор, пока мы не перестанем воевать с памятниками, с прошлым, да, мы не выстроим никакого настоящего и будущего. Мы, понимаете, очень выгодно отдельным политическим силам, да, которые не могут говорить и хвастаться, или прогнозировать достижения в будущем, не могут сделать, предложить какую-то перспективу развития. Очень просто получать голоса на том, что, да, во всех наших бедах виноват какой-то памятник, виноваты события 75-летней давности и так далее. Такие, такая риторика, наверное, могла бы быть первые годы после восстановления независимости, господа, мы почти 30 лет уже живем в восстановленном независимом государстве. Еще, наверное, два. Да, поэтому, я извиняюсь, перебью, поэтому хватит уже, да, просто хватит, оставляем эту риторику, да, и нам просто, да, у нас впереди очень сложные события и у города, и у страны. Очень сложные. Фактически, да, надвигается новый кризис, да, о котором сейчас мало говорят, но он надвигается, да, и единственная возможность для Латвии, для Риги, для Латвии ее преодолеть, это общие усилия. Преодолеть только общими усилиями. Если мы эту лодку будем раздирать в разные стороны, она утонет. Речь идет, вы имеете в виду, видимо, об охлаждении экономики, да? Да. Да, ну и потом, наверное, я думаю, вы согласитесь со мной, что надо не забывать, что 9 мая – это прежде всего не какой-то официоз, да, это прежде всего память людей, и речь идет об их отцах, прадедах и так далее. Конечно. Одно из ярчайших подтверждений этому – это акция бессмертного полка, которая проходит несколько лет, она проходит, не организовывается нашей организацией. Она проходит, да, и она собирает с каждым годом все больше и больше участников. Насколько я знаю, заявка подана и в этом году организаторами, теми же самыми организаторами, кто планировали, кто и делали бессмертный полк в прошлые годы. На мой взгляд, нельзя и не стоит искать в этом какую-то политическую подоплеку, что это рука, я не знаю, какого-то отдельного взятого государства. Действительно, это память. Это память о тех, кто воевал. Очень странно, что противоположная сторона делится воспоминаниями, помнит о тех ветеранах легиона, которые воевали во Второй мировой войне. И при этом отказывает в воспоминаниях, в памяти о тех, кто воевал и боролся с нацизмом. Да, еще, может быть, такой момент. Я так понимаю, что, как и в прошлые годы, наверное, этот раз уже с 8-го числа. То есть программа будет обширная, наверное, два дня будет происходить. Сейчас программа еще складывается. Я вот точно вам по времени наверстается. То есть есть и технические моменты, есть и вопросы творческого характера. Поэтому ближе к празднику мы просто еще раз... Может, речь идет, чтобы сделать программу интересной на свете? Еще раз, да. Еще раз, наверное, к этому вопросу вернемся. И тогда уже более подробно я расскажу. Опять-таки хотелось бы подчеркнуть, что даже несмотря на то, что выборы будут 25 апреля, планируется Дружескую Думу, да, как многие увязывают, что вот если у нас есть выбор, значит, там, какой-то интерес есть с 9-го мая. Я еще раз хочу подтвердить, что 9-го мая приложим все усилия, чтобы празднование прошло так, как этого заслужило 75-летия победы. Да, и, возможно, будет салют. Да. Пока немерено это. Рассчитывая, Вадим Бараник у нас был в студии, и большое спасибо. Спасибо вам.